Вы смотрите отзыв об отеле Султан Сипахи Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Вайхор, который был в нем в 2018 году. 1. Состав. 27 октября, 3 ноября 2018 года. 7 ночей. Я, муж и дочка, 9 лет. Оператор Библиоглобус, встречающая сторона Келит. 2. Перелет-трансфер. АК Россия, онлайн-регистрация за сутки. 8 ДФ, правая сторона. Упаковка багажа в Пулково, 600 рублей. Вылет вовремя, 15 часов 10 минут. Напитки, сок апельсиновый, кола, фанта, вода. Горячее на выбор Кура плюс картошка, рис плюс курица, чай, кофе. Самолет новый, чистенький, но туалеты микроскопические. То есть, если ты не тощий, даже развернуться в нем будет проблемой. Прилетели вовремя. Расстроились так, как нам отломали ручку чемодана. В 20 часов 10 минут уже выехали в отель. Ехали долго, с остановкой. Приехали в отель около 23 часов ровно. 3. Заселение. Заселились быстро. 2 этаж, номер 2105. У нас был куплен без вида на море, но с нашего балкона виден был кусочек моря. Вид на бассейне. Сразу скажу, что в принципе было не шумно. Хотя вот номеры на дорогу, которые сразу. И там же кафе внизу, там возможно шумнее. Народу было мало в отеле, поэтому было довольно тихо везде. В здании лифт. При заселении человек не смог нам открыть сейф. Сказал подойти утром на ресепшн. 4. Номер уборка. Номер 2105. Вид на бассейн и бар впереди кусочек моря. Кондеем не пользовались. На балконе днем было солнышко, поэтому хорошо все сохло. Натянули веревку. На балконе стол и два стула металлических. Сушилка из трех палок. Две кровати односпальные, но они уже были сразу сдвинуты и что порадовало, когда поздно заселились, уже стояла раскладушка, застеленная для дочки. Тумбочки, шкаф с плечиками, шкаф усеет, про него чуть отдельно будет. Мало полок для вещей. Столик, два стула, ТВ с одним российским каналом, мини-холодильник. Ванная большая. Пригодился коврик для ванной, так как она очень скользкая. Фенда потопный. Хорошо я узнала заранее, привезла свой и было мне счастье. Гель, шампунь в маленьких бутылочках. Мыла жидкого нет, только маленькие кусочки. Уборка. На отлично. Не знаю, как в сезон у них, но тут убирали каждый день. Причем в первой половине дня, когда мы были на пляже. Полотенце меняли, белье меняли. Так что тут без претензий. Теперь о сейфе. Стоимость 2 доллара в сутки. Утром мы подошли на ресепшн. Кстати, по-русски там говорят плохо, но вполне доходчиво по-английски. Даже мы с нашими микропознаниями, все понимали. Мы заплатили, и в течение 10 минут пришел человек в номер, все показал, как работает. Но сейф, конечно, уже древний. В один прекрасный день он у нас просто не открылся. Пошли вызвали опять мастера, и снова на удивление быстро он пришел, тут же открыл. Что-то там починил, и он снова заработал. Но, конечно, неприятно, когда сейф в таком состоянии. 5. Море-пляж. Пляж через дорогу от отеля. Прямой выход на дорогу, который был, закрыли, можно было пройти только через ресепшн, выход на боковую улочку. Небольшая дорожка к морю и вот пляж. Пляж номер 5. Лежаки и зонты платно. Лежат 10 лир или 2 доллара. Зонт столько же. Платить можно и в отеле, и на пляже. Мы брали два лежака, нам хватало. Много людей располагаются на песке. Но с бар, но мы ничего не покупали, поэтому даже не знаю, что там. Душ, туалет тоже имеется. И прекрасный променад вдоль моря. 6. Территория бассейна. Территория маленькая, но она там не особо и нужна. Бассейн перед корпусом, и сзади, даже с горкой. На минус один этажа спа и крытый бассейн. Но я туда так и не дошла. Вай-фай бесплатный глоби, когда много народу плохо работает. Но так как народу под конец уже почти и не было. У нас даже на балконе доставал. 7. Рестораны, бары и еда, напитки. Ресторан не очень большой. Не знаю, что там в сезон, но у нас народу было мало, поэтому все спокойно. Приходи хоть к началу, хоть к концу. Есть микроволновка, тостер. Бар есть в лобби и на улице рядом с рестораном. Напротив ресторана в корпусе перекус 16 часов, но мы там не были. Вода в бутылках маленьких в лобби в холодильнике. Теперь о грустном, то есть о еде. Я так и не поняла, то и они собирались уже закрываться, то и у нас только минимизировали все. Но ни о каком выборе речь не идет вообще. То есть еда она просто есть. Немного и не всегда вкусно. Первые пару дней еще работал большой гриль на улице. Потом они его намыли и закрыли. Исчезла картошка фри и яичница утром. Правда через день жарили омлет на сковородке. Гриль был на ужин, что-то одно, курица, например, ну и овощи немного. Первый завтрак меня вообще убил на повал. Все нарезки были какие-то заветренные, хотя они пленкой все закрывают пешевой. Но вида все было такого, как будто все это умерло не своей причем смертью. Взяла баклажаны холодные обжаренные, так такие невкусные оказались. Прям расстроилась. Потом вроде в другие дни уже стали хоть посъедобнее. На завтрак всегда рисовая каша, немого овощей, сыр, колбаса минимально, брынза, овощи свежие, яйцо вареное. Были курага, инжир, лукум. Курага потом исчезла. Немного булочек. Масла сливочного нет, только маргарин. Какие-то вареньки. Вот что было всегда, это супы. Причем вкусные, всегда два вида. Единственное, чего мне к ним не хватало, это гренок. Хлеб только белый. Суп, кстати, есть ночной, нас он очень спас в день приезда. На обед и ужин немного гарнира. Один, максимум два вида мяса, и то чаще тушеное с овощами. Салаты какие-то в соусах, и немного свежих. Какой-то ужин на гарнир выбора просто не оказалось. Был только рис. Из фруктов, яблоки, груши, сливы, мандарины вкусные свежие. Что-то из сладкого их традиционное. Даже пахлава была на ужин в самом начале, но такая совсем простенькая. Из напитков пробовали вино, самое приятное оказалось розовое. Крепкие даже не попробовали. Муж пил джентоник, но сказал так себе пойло. Официанты быстро все убирают со столов, так как иначе приходят коты. То есть они и так там тучей сидят и выпрашивают еду. Но если что-то без присмотра на столе осталось, коты уже тут как тут на столе лезут в тарелки. В целом могу сказать так. Голодным в принципе не останешься, найдется что поесть, но выбора не будет. Восемь. Остальное. Анимации нет. Была встреча с гидом на следующий день, как приехали. Я подошла перед началом, сказала, что мы с Турцией уже не первый раз. У нас малых дней, отпустите меня, пожалуйста, с миром. Вот вам ваучер. И ушла счастливая гулять. Время выезда на ресепшн, как обычно вечером накануне. Расположение отеля великолепное. Все рядом до всего можно или дойти или доехать. Рядом променад, парк с фонтанами, пещера Домлаташ, фуникулер, археологический музей. Мы сами ездили наверх в Ичкале, обратно спускались пешком по горе до фуникулера. Ходили в судоверх в Терсане, в Красную башню. Погуляли в порту, прокатились на туристическом паровозике по Аланье. Съездили в парк Девлот-Бакселли на другую гору, где смотровая площадка. От отеля до бульвара Ататюрка совсем близко, там и магазины, и кафе. Проезд в городских автобусах 3 лиры. Дал муж так и наклы 4 лиры. 8. Погода. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok